Здесь не важна реальная география. На международном инвестфоруме, который проходит в Сочи, соседи Тульской области, Ростов и Татарстан. В главном медиа-центре Олимпийского парка свои стенды разместили 13 субъектов. Цель каждого – максимально выгодно презентовать проекты, чтобы привлечь инвестора. Тульский регион делает ставку на индустриальный парк «Узловая» и рекреационный парк «Денсингрин». Для каждого из проектов сделали свою модель. Отдельно презентация проекта платной дороги, которая соединит трассы М2 и М4, туристического маршрута Тульской усадьбы. Как мотивировать инвесторов вкладывать деньги в конкретную область? Этот вопрос обсуждают и на панельных дискуссиях. Эксперты настаивают – регионам давно пора выходить на международный рынок. Как пример – Тульская область. За последнее время в рейтинге экспортеров она поднялась на два пункта. Тульская область была по размеру 22-й экспортер на конец 2015 года по российским меркам. Сейчас стал 20-й. Одним из основных направлений роста экспорта стала в том числе машинотехническая продукция, продукция промышленного комплекса, чем область известна, но и в том числе тоже рост продовольствия. И вот это немножко такое изменение клише, что ли, мне кажется, тоже очень важным направлением. И говорит о том, что как-то этот средний уровень компаний, которые раньше не были задействованы в процессе экспорта, в общем, начинает все больше и больше доминировать. Слово берет Алексей Дюмин. В Сочи он возглавляет делегацию Тульской области. Губернатор отмечает, еще в прошлом году экспорт товаров из региона превысил импорт почти в четыре раза и составил 2 миллиарда 700 миллионов долларов. В этом году ставка была также сделана на экспорт. Чтобы охватить новые компании, Тульская область с российским экспортным центром подписала соглашение о сотрудничестве еще на форуме в Питере. Единое окно для консультаций, участие в образовательных программах, работа с экспортным центром помогает бизнесу легче открыть дверь на международный рынок. Параллельно региональная власть сама проводит бизнес-миссии. Из последнего – выездная сессия Питерского экономического форума в Туле. После него около 10 небольших региональных компаний вышли на мировой рынок. Они даже об этом и не думали по поводу того, что они производят, что есть интерес на внешних рынках. Так вот, эти компании уже на сегодняшний день вошли и торгуются продукцией с такими странами, как Швеция, Южная Корея, Китай. Сейчас выходим на Вьетнам. В ближайших планах ежегодно выводить новые десятки компаний на международные рынки. И задача нам по силам, мы свои ресурсы, свой потенциал видим. Алексей Зюмин уточняет. В планах создать полноценный региональный центр поддержки экспорта, чтобы искать для тульского бизнеса международных партнеров, чтобы помогать в решении юридических вопросов. Уже у стенда Тульской области он подписывает новые соглашения с инвесторами. С ростовской компанией о строительстве комплекса по производству грибов, оно может разместиться на территории особой экономической зоны Узловая. Там же планируют запустить производство гибких насосно-компрессорных труб и саратовская фирма. На это она готова потратить 2,5 миллиарда рублей. В итоге будет создано около 100 новых рабочих мест. Следом соглашение с Тульской областью подписывает и крупнейший производитель парфюмерно-косметической продукции на территории России и страны СНГ. По нему он намеревается построить в Узловой свой завод. Мы понимаем, что это взаимовыгодные вещи, которые в первую очередь для нашей области налоги. В вторую очередь это дополнительные рабочие места. Сейчас мне трудно сказать, но по моим прогнозам это порядка около 1500-2000 рабочих мест дополнительно, которые будут созданы, когда зайдут резиденты и когда заработают предприятия. Поддержка предпринимателям, региональный фонд развития промышленности. Пока подобные работают всего в 8 субъектах. В их числе Ульяновская, Челябинская, Тюменская области и Татарстан. Создание подобной структуры в Туле позволит участвовать в совместной программе с федеральным фондом. А значит региональные компании смогут получать займы под 5% годовых. Мы, конечно же, будем учитывать тот потенциал, который есть у региона по тематикам, направлениям, которые могут развиваться. Имеет хорошую основу для этого. В частности, то, что сейчас регистрируется в Тульской области кластер по электромеханическому направлению. Мы исходим из того, что и индустрия металлургии, значит, химическое направление. Но пока это традиционно для Тульской области. Но мы ориентируемся по, в первую очередь, направлениям гражданского сектора. Инвестиционный форум проходит в Сочи в 15-й раз. И каждый год он собирает участников со всех регионов. В этом году делегатов около 9 тысяч, это не считая представителей зарубежных компаний и государств. В прошлом году на форуме было заключено 417 соглашений на сумму около 415 миллиардов рублей. В этом году планку снижать не собираются. Помимо соглашения о намерениях сотрудничества, в первый день работы форума Тульская область уже подписала меморандум с Внешэкономбанком. Впереди второй день работы. Евгения Пряшникова, Елена Кирьянова, Надежда Мелехина и Роман Цюкин. Первый Тульский.